Всем доброго дня, меня зовут Сергей, как всегда стоит за кадром моя жена Нина, мой профессор. Я это, как вы сегодня по-нашему, приготовить, то есть все тут компоненты, все, что видите, и элементы, все это родное идет. Начнем с того, что будет курица, сами уже увидели, да? Вот это вот соус из-под этого, из-под голубцов, который идет, я их всегда, что остается, замораживаю, чтобы потом отпускать. Но это на будущее. Кстати, он у меня состоит из злука, морковки, паприки, ну, соль, перец совсем аватый, плюс еще от капусты сок, который там выделился с мясом, вот это вот, мешанина идет. Так, переходим к остальному. Разбавлю немножко томатом, если у вас соус заранее с томатом был сделан и заморожен, да, то его добавлять не надо. Немножко меда, правда, не обязательно. Так, чабрец, чабир идет, хмели-сунели и чили. Кстати, вот, хмели-сунели того и другого нету, то есть, в котором у меня хмели-сунели стоит, нема, не соли маловато. Но, конечно, и курица хорошо обработана. Приступаем. Советую хорошенько посмотреть до конца, чтобы потом так. Так, у меня там мало соленое, можно соли даже немножко побольше кидать, но не сильно много. Пересолить тоже неохота. Тут 10 грамм на килограмм идет. Ну, смело можем больше сыпнуть, потому что остальное все соус разбавит. Угу, пошло-пошло. Так, покрепче идет, да? Ну, как обычно. Не крепче, не слабо. Так, чтобы в послевкусии перца было. Понятно, надо чуть-чуть совсем. Чабрец, как всегда. Я-то совсем чуть-чуть. Больше до связки. Так, тут хорошенько теперь. Очень хорошо перемешиваем. Время немножко займет. Ну, вот. Немножко времени ушло. Хорошо тут я тщательно втер, да? Сухой такой маринад получился. Жидкость через несколько часов выделится. Надо обязательно часика два минимум поставить. Ну, я в холодильник уберу. Можно даже на три поставить. В это время я вот это вот замороженный соус, да? Под голубцов. Конечно, в кастрюльку небольшую по коду сверху этим томатом прелью. И надо будет ее потом... Ну, процедуру я чисто показ не буду. Я просто покажу, как я в форме залью и все готово соусом. Или прямо тут при вас перемешаю. Ну, ладно. До встречи. Ну, вот. Все уже практически готово, да? Вот тут растаяло. Хорошо видно, что это именно под голубцов. Так, сейчас мы сюда еще томатного этого добавим. Потому что когда я делал, тут его вообще не было. А что, сюда не влезет, да? В эту формочку. Это все можно будет снова тут нагреть костюлю. И очередной соус получит. Пока мы все ждали. Да, мы успели почаевать, покаевать. Яблок даже успели нарвать. На, как-нибудь наш сад заснять, да, отличный. Так. Ну, как говорится, лимон не выбрасывать же. А этот выжатый пойдет в холодильник. Запахи выносить. Так, немножко базилика киним. Ну, немножко. У меня понятия много. Для вас. Так. Так как он у меня малосольный, я уже успел попробовать. Сильно малосольный. Я сюда соль еще добавлю. Ну, если вот хорошо просоленный. Да, не нужно. Ну, и сюда, конечно, черный перец. Это уже для жены специально дело. Чтобы соус потом... Или еще? Нет, хватит. А то стоишь, снимаешь и глава на орбиту. Когда перец слишься. Да ладно, шутка. Он это не будет. Крепким сильно. Так. Надо его куда-нибудь положить. Пока сюда. Проверим. Да, сойдет. Тарелку, как всегда, не взял. Но это все мелочи. Хорошо промариновалось. И теперь, само разумеется, заливаем все. Аккуратненько, чтобы... Немножко сверху покрыло. Чуть-чуть так буквально. Вообще все влазит. Все. Этого хватит. Остальное пустим по соусу. И тут же соус тоже будет. Крышка не та. А вот я на печку поставлю, да, где-то примерно 120-130 градусов. И где-то примерно час оно мне будет, короче, потихоньку, как его там, вариться, скажем, вариться, жариться, песиться. Так, вот, печку ставим для тех, кто в ускоренном просматривает видео, да. Так. На двойное прогревание где-то 120-130 градусов приблизительно. И оставляю, пока оно там, знаете, чуть-чуть не выкипит. Но потом покажу, как оно будет на самом деле выглядеть. Ну что, ты готов? Да. Ну давай. Ух ты еще. Так. Аккуратно убираем. Вот сюда. Можно было еще чуть подольше поделать. Где-то полтора часа ушло на медленной, на медленной, медленной жарке. Ну смотрите, что у нас получилось. Вот этот соус, который вот, это тот же самый соус, да, только я сюда единственное что сделал, добавил сыра. Больше ничего сюда не добавлял. Ну, соль там еще. Так, смотрите, неплохо получилось. А вот еще второй вид соуса. Мясо абсолютно мягкое. Ну что, откурится еще ждать, когда полтора часа. Но таким образом можно, знаете, любое мясо приготовить. Даже поджариться успело. Ух ты. А вот запах. Запах вкусностей. Особенно вот тут. Ты там понюхай, я туда еще одну травку добавил, небольшую, которая тебе нравится больше всего. Как видите, полноценный ужин, обед за, как говорится, ну, будет до завтра кому-то заорудить, да, если после гулянки. Просто вот нужно соус под голубцов просто не выкидывать, а заморозить и вуаля. Так, это были наши куриные ножки. Тут видите, дверяшки сегодня же как раз нам хватит обоим. Под соусом с под голубцом, можно сказать так. Прямым словом назвать, действительно, это соус с под голубцом был. Немножко усовершенствовали и вуаля. Ужинать еще. Это был наш канал Нина Сергея ТВ. Желаем всего хорошего. Оставайтесь с нами и до скорых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова